А всем привет с канала Брим Тим, и это наш такой новый видеоролик в азбуке рыбной ловли, либо даже советы, нет, это советы новичкам, как правильно выбрать подходящий ящик для определенного типа складирования своих рыболовных снастей. И решил записать, потому что у самого до сих пор ощущается то резкая нехватка у всяких коробочек, то сразу же переполнение ими, что некоторые даже пустые. Потому что постоянно экспериментирую, пытаюсь как-то все компактно умещать, но чтобы не было особо тяжело. И поэтому как раз таки решил для вас снять видеоролик, чтобы показать, каким образом я во всех органейзерах держу свои рыболовные снасти. Сейчас приступим к просмотру. Итак, наверное, не будем как-то определяться по какому-то типу, просто посмотрим. То есть, вот такого типа контейнер рекомендовал бы, кстати, многим. Это и для поплавка, и для бидера сгодится, и для каких-то микроприманных на спиннинг. То есть, двухсторонний контейнер, который помогает всякие маленькие вещички сложить и плотно закрывается. Цена в рыболовном магазине, это компания Акватэль. Цена его 110 рублей, это, наверное, прям совсем в дорогих магазинах. А так можно рублей за 80 найти. Довольно эффективная. В ней у меня долгое время лежали то силиконовые приманки, то крючки, то всякая фурнитура и мелочи. Никаких повреждений он не претерпел. То есть, силикон его не проплавил, ничего у него не сломалось. Только пошарпывание, потому что постоянно с чем-то лежит. Далее, наш любимый, наверное, фикс прайс. 77 рублей. Вот такой вот контейнер. То есть, который представляет из себя шестисекционный, так еще и многоярусный. То есть, надо вам один такой, взяли, закрыли, пошли. Надо вам два, взяли и сделали. Кристине отдал под ее какие-то вещи еще два яруса. То есть, это четырехъярусный вот такой вот. И довольно-таки это удобно, если вам не хватает или что-то хранить, какие-то мелочи. Можете вот 10 ярусов поставить куда-нибудь в угол, и на каждом ярусе будет лежать что-то отдельное. Это довольно-таки здорово и удобно. Следующий тоже фикс прайс, тоже 77 рублей, где у меня лежат советские блесна. Просто контейнер со сплошным дном и такой вот такая ступенька, этажик в виде разделенной плоскости, так скажем. То есть, тоже лежал и силикон, сейчас лежат блесна. Не трескается, 77 рублей качества на высоте хватает для своих целей. И не обязательно покупать от каких-то компаний типа Полини, либо кто у нас там есть, Акубинс есть, всякого рода. Такие гиганты индустрии. Далее, вот это моя самая тяжелая коробка со снастями, потому что тут силикон. Это также просто двухэтажная коробочка, но еще и советского производства. То есть, пластик уже намного, так показать, чтобы не вывалить. Пластик намного тверже, то есть, лежат и джиг-головки, и свинец. Лежит все, довольно большое количество можно уместить. Напихать с лица килограмма на три, что его будет нереально с тобой таскать. Далее, Тейклбокс от компании Промакс. Момои Жапан. Якобы сделанная в Японии. Возможно, возможно нет. Это уже старый такой ящичек, в котором хранится наш силикон. Именно тот, который мы берем на рыбалку. То есть, уже оснащенный. Там, различных форм и видов. Прелесть в том, что он также двусторонний. Силикон лежит отдельно. То есть, как раз таки, не плавится между собой, не контактирует никаким образом. И имеет с собой вот такие ручки. То есть, это очень удобно. На спиннинговую ловлю, особенно там в лодку. Я считаю, это самое то. Поэтому, увидите, обязательно купите. Даже рублей 500 он стоит этого. Не пожалеете. Далее. Снова фикс прайс. Коробка для воблеров. Тонкий пластик, потому что толстого смысла нет. Это не силикон, который прожжет. И опять-таки, отделение с окошками, где все замечательно хранится. Коробка для блесен. Наверное, тоже фикс. Блесен маловато осталось. Надо докупить. Таких металлических приманок. То есть, тоже отделение можно разложить по номинованиям, по маркам, по видам. То есть, опять-таки, со своей целью это справляется. Цена этому также где-то 77 рублей. И, наверное, самое дорогое, 800. Это трехъярусный ящик Яр-3 от Трех Китов. Этот ящик мы с вами собирали в нашем первом видеоролике на канале. Про то, как собрать фидерный ящик. И здесь лежит все то, что пригодится вам на фидерный лоблик. То есть, это такие там либо роды инструменты. Это поводочная леска. Это что тут еще? Мешочек. Это сумка такая с кормушками. То есть, сюда складывается все и много. И поводочницы, и все на свете. Можно использовать не для фидерного лоблик. Если кто-то занимается так поплавком, что нужно очень много вещей складывать, так же справится. Боблера и силикон. На каждое отделение, на каждом ярусе можно. То есть, это и для поплавка, и для спиннинга. По типу того, что можно все уместить. С собой удобно таскать. Не занимает места в шкафу, а все лежит здесь. То есть, это и хранение, и транспортировка. Одни только плюсы. И заявлено, что он выдерживает 125 килограмм. То есть, на него и сесть можно на рыбалке. Поэтому, такой видеоролик у нас получился. Прямо короткий. Не углублялся, потому что особо, я думал, размусоливать эту тему не нужно. Единственное, я хотел донести только о том, что не нужно думать, что какие-то коробочки из фикс-прайса, если на них даже написано для шития, для мелочей в хозяйстве, то что они не подходят для рыбалки. Наоборот, они считаются самыми лучшими, потому что компактно сделаны, вмещают в себя максимальное количество. И в случае разлома, не будет обидно так, как если сломать, допустим, такую же коробочку, но от японской фирмы, за 600 рублей. И благодарю вас за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Пока!